Друзья, всем большой привет! Я тут зарегистрировалась на Fiverr, если я правильно произношу. Это фриланс-биржа, которая, я так понимаю, находится в Америке. Если кто-нибудь из вас уже работает на Fiverr, пожалуйста, напишите, будет очень интересно. Поделитесь опытом, потому что я только-только зарегистрировала аккаунт, еще и не создала никаких услуг здесь. И просто хочу вам показать, что это такое. И обязательно по мере того, как буду заполнять свою страницу, буду делать видео, потому что мне очень интересно в этом разобраться. Единственная проблема это то, что здесь все на английском. Ну, сейчас есть переводчики, конечно, может это нас спасти. И общаться с клиентами тоже придется на английском. Поэтому, если у вас хороший уровень английского, я вас поздравляю. Вы можете здесь чувствовать себя, как рыба в воде, а тем, кто в английском плоховат, ну, придется как-то крутиться и вертеться. Если будет переписка, то это легко. Можно переводить переводчики. В принципе, основные мысли понятны. Я очень, мне очень интересно узнать, что из этого выйдет вообще. И хотела вам показать эту площадку и посмотрим, что здесь можно продавать. В чем прикол файвера? В отличие от, например, фриланса, хотя я, кстати, не знаю, может на фрилансе, на нашем российском фрилансе, тоже есть такая фишка. Напишите, если вы знаете. Я не пользовалась. На фрилансе вы, как автор, ищете заказ. То есть, из списка заказов, где заказчик пишет, мне нужно сделать вот это, там оставляют много отзывов те люди, которые в этой сфере работают. Они пишут, вот мое портфолио, я могу, я могу, я могу, я сделаю за столько-то денег. И все оставляют свои предложения, и уже работодатель, заказчик сам выбирает, с кем ему поработать. А здесь наоборот. Вы выкладываете свой гик. Это так называемое, давайте посмотрим на примере, ну, в любой сфере, вот, лого дизайн. Что такое гик? Это ваше предложение. Как вы видите, каждое из предложений начинается. I will, то есть я сделаю. И дальше вы сами пишете, что вы сделаете. Здесь вы в этих разделах можете написать, ну, любую услугу, которую вы предлагаете. И это, кстати, очень здорово, еще сейчас к этому вернемся. Ну, и вот, если мы с вами коснулись дизайна логотипов, это вот самые популярные. Давайте посмотрим, что нам тут предлагают. Я создам, спасибо, я создам плоский минималистичный логотип. В течение 24 часов. И здесь человек показывает примеры своих работ. То есть он как бы продает свою услугу. Я, как покупатель, если мне все вот это нравится, могу нажать, купить. И потом уже после покупки связаться с продавцом. Либо связаться до покупки, там обговорить какие-то детали. В некоторых моментах это будет очень важно. Но вы никогда не можете узнать, свяжется ли с вами человек предварительно. Или он сразу купит. Если он сразу купит, то это уже будет, как говорится, ваша головная боль. Потому что вам нужно будет всячески пытаться его ублажать, чтобы он вам заплатил эти деньги. И чтобы оставил хороший отзыв. Если вы не сможете договориться, как я понимаю, будет либо отмена заказа, либо низкий рейтинг. И, соответственно, ну вот такая вот площадка. То есть любой человек может прийти и купить вашу услугу, а потом вы уже будете париться с этим человеком. Даже если он проблемный или еще какой-то. Ну, я буду надеяться, что люди здесь адекватные. Вообще очень интересно посмотреть. И кроме того, что вы оформляете примеры ваших работ таким образом. Ну, в общем, каким хотите образом. Это не важно. Вы описываете то, что вы предоставляете. Давайте посмотрим, что здесь написал этот популярный автор. Он написал, если вы ищете минималистичные логотипы, то, в общем, обращайтесь ко мне. Это какая-то стандартная отписка. Знаете, что-то типа, мы самые лучшие, самые продвинутые, профессионалы. Обращайтесь обязательно к нам. Почему мы? Потому что мы предложим. Ну, вот, кстати, вот это why me, это достаточно полезная штука, может быть. Потому что здесь, если писать здесь не воду, типа, почему я? Потому что я самый-самый. А если здесь писать конкретику, вот как человек написал. Ну, например, профессионализм и креативный дизайн, это как бы, ну, такое, знаете. Ну, кто напишет о себе, что он не креативный? Особенно, если он продает какую-то творческую услугу. И не профессионал, но вряд ли. Вот, так что это вода. А вот здесь вот уже он описывает, что он предоставит файлы. Какие файлы он предоставит? Это полезно. Это важно. Копирайт. Быстрая коммуникация. Кстати, я читала, что на Fiverr очень ценят, если, когда вот человек вам пишет или уже купил вашу услугу, если вы ему отвечаете быстро. Быстро и вежливо. Ну, я думаю, это, конечно, в любом сервисе важно. Но здесь вот, если вы быстро ответили, так это вообще классно. Так, ну, здесь он описывает стили, в котором работает. Тоже полезно. Я еще, если честно, не до конца понимаю, какие я буду услуги продавать. Много чего могу предложить, но нужно как-то придумать соотношение цены и времени, потому что это вы тоже здесь будете выставлять сами. Ну, здесь вот он предлагает еще какие-то свои работы по сторонней ссылке посмотреть. Так, ну, как бы здесь на самом деле какой-то конкретной конкретики, кроме стилей и файлов, я не вижу. То, что мы добрые, то, что мы прямо такие все позитивные. Это все, конечно, ну, призыв к действию. Ну, купите гиг сейчас. Sunday is day off. Ну, то есть он, у него воскресенье, Sunday, это же воскресенье, выходной. Да, и что мы, когда будем делать с вами пакет своих услуг, мы должны... Это вот о человеке, то есть он из Индии, как, сколько ему лет, как он там работает, что-то. Все, ну, очень интересно, но пока нам не важно. Это вы сами напишите в своем аккаунте. Я потом покажу свой аккаунт. Ну, правда, он пустой, пока там показывать нечего. Вот. Что еще здесь интересно, что вы формируете услугу, то есть его основная услуга, это нарисую логотип, правильно? Но у него эта услуга, как вы видите, подразделяется на три пакета. Вы можете сами их назвать. В основном их называют там обычный, стандартный и премиум. Basic, basic, basic. Начальный. Да. Вот. И здесь вы описываете тоже сами, что вы предлагаете. У них разная цена, то есть различная. Basic, это 20 долларов. Там цену вы тоже ставите сами. Здесь цена, по-моему, то ли от 5 долларов, то ли от 1 доллара до 999. То есть вы можете поставить за свою услугу вообще любую цену. Ну, главное, чтобы покупали, если для вас это, конечно, важно. Вот здесь он уже описывает, что вы получите два логотипа. Какие файлы вы получите. Здесь вот, ну, то есть это как бы, ну, я думаю, вы с таким уже сталкивались много раз на всяких курсах обучающих. Сейчас вообще очень любят вот эти три пакета. Там золотой, бриллиантовый, рубиновый. И в каждом из этих пакетов, соответственно, увеличивается цена и, соответственно, увеличивается количество. То есть тут было два логотипа за 20 долларов, за 45 уже три, за 75 уже пять. Премиум логотипов. То есть тут просто логотипов, тут креативных логотипов, а тут премиум логотипов. Ну, это все, конечно, вода. Потому что, ну, что такое премиум, а что такое креативный логотип. А премиум не будет креативным. Ну, то есть это такое. Вы получите все файлы, все файлы, форматы, которые он описывал, Unlimited Revisions, это, я так понимаю, безлимитные правки, ничего себе. Да, по поводу правок и по поводу дней. Здесь вы все это указываете, то есть вы предоставляете какую-то свою услугу, вы показываете примеры этой услуги, и вы описываете, сколько эта услуга у вас будет стоить, и сколько можно будет вносить правок, и сколько дней вы будете это делать. И вот видите, тут можно еще как бы не два дня, чтобы он делал, а один день, но это будет стоить плюс 5 баксов. Вот, это тоже классно. То есть вы как бы не ищете клиента, а получается клиент ищет вас. С одной стороны, это прикольно, то есть вам не нужно дергаться, там писать где-то свои, я сделаю это, я сделаю, но с другой стороны, к вам может прийти все что угодно. Ну вот у него тут очень много, ого, он сделал уже почти 6 тысяч работ, и у него, смотрите, какие хорошие отзывы хотят, хотя и отзывы на одну звезду тоже были. Ну, с логотипами я вообще не представляю, как это можно, это достаточно такая серьезная, кропотливая работа, и вот так вот просто заказать непонятно у кого. Ну, конечно же, человек пишет, что я дал бриф исчерпывающий и не получил того, что хотел. Ну, это еще большой вопрос, какой там был бриф. Ага, я дал точную информацию о том, что хотел, но мне его не доставили, я недоволен и хочу вернуть деньги. Я дал то же самое задание другому человеку, и за один день он выполнил. Ну, вот не сошлись люди, и видите, какие отзывы. Не выполнил заказ, но выполнил заказ ушло много времени, даже если вы хотите внести изменения, на которые уже 30 секунд он потратит день. Вот с этим тоже вопрос по поводу того, сколько, какой человек тратит на изменения, насколько он занят, и если человек пишет, что он за один день создаст три логотипа, ну, это, конечно, его дело, но я бы не ставила такие сроки, как можно логотип создать за один день. Ну, концепт-то можно придумать, если у него, может, голова, как огромный дом советов, но все-таки правки там и все прочее, хотя бы пару дней нужно точно себе давать. Ну, вот человек имеет почти тысячу заказов и работает очень эффективно. Ну, мы тут с вами подсели, что-то зависли на дизайне, на логотипах. Если вы совершенно не знаете, что продавать, Fiverr это очень классное место, где вы можете посмотреть, что вообще, какие вообще услуги предлагают люди. То есть вы можете выбрать какую-то свою, ну, такую, которая вам нравится, область, там дизайн, маркетинг, написание текстов, тут есть даже озвучивание, мне очень понравилось. Я не знаю, почему меня вызвало такой восторг, но мне почему-то понравилась вкладка VoiceOver. Я так понимаю, что это дубляж VoiceOver. И тут за 100 долларов, где-то было, я уже потеряла, человек продает мотивационный голос. То есть вы ему, я так понимаю, присылаете какой-то текст, а он начитывает его мотивационным голосом. Вот, здесь вот есть, смотрите, премиум ProMailVoice, то есть за 100 долларов вы получите премиальный мужской голос. Как вам это? Блин, я вот очень сожалею, что я английского не знаю хорошо. Это же супер! Ну, конечно, может быть, нужна какая-то студия звукозаписывающая. Вот, смотрите, тут мужчина. А, это примеры, примеры его речи. Ну, не будем слушать там, если вам будет интересно, зайдёте, послушайте. Вот, то есть вы можете на этой площадке даже вдохновиться, чем бы вам заняться, и что бы можно было бы продать. Потому что здесь бизнес, программинг, здесь я находила, я уже не помню в какой вкладке, продают астрологические услуги, продают консультации по питанию, продают онлайн-уроки. В общем, что только тут не продают. И даже если вы совершенно не знаете, чем бы вам заняться, дизайн это не единственное вообще то, что можно продавать. Вы можете писать тексты, переводить тексты. Ну, в общем, сами увидите, что здесь. Даже книги можно писать, сайты. Вот. Мне очень интересно, что вообще из этого всего получится. Очень интересно попробовать эту биржу. Я думаю, хоть что-то-то любой человек может предложить. Особенно если хорошо знаете английский, так это вообще просто супер. Блин, а где же астрология? Я потеряла её. Реально были астрологические услуги. Честно. Честно. А, ну да, покажу свой аккаунт. Ну, я ещё совершенно ничего не заполнила, кроме фотографий. И выбрала, что я фрилансер из России. Ну, и написала небольшое описание, что я диджитал-артист. У меня большой опыт. Ну, в общем, всё то, что пишут все. Знаете, что я профессионал. Пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь, обращайтесь. Я прямо вот сделаю вообще конфетка. Вот. Пишите, пожалуйста, своё мнение по поводу всего этого. Работали ли вы на российском фрилансе? Как вам там понравилось? Работали ли на иностранных сайтах фриланса? Как здесь обстоят дела? Вот. Будем вместе разбираться. Зарегистрироваться здесь очень просто. Просто нужно придумать пароль, логин и ввести свою почту. Я так понимаю, работа тоже бесплатная в том смысле, что, конечно, с ваших заказов будут брать проценты. По-моему, там 20% берёт себе Fiverr. Но это как бы не так важно, потому что, по крайней мере, деньги вперёд он не просит. Как, например, фрилансы сейчас российские просят там оформить премиум аккаунт, чтобы иметь доступ к заказчикам. Поэтому думаю, что это вопрос интересный. По крайней мере, ничего вы не потеряете. Попробовать стоит. Всё на этом. Всем пока-пока. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»